Привет-привет, мои дорогие! А на обед у меня огурцы. Я их не посолила еще. Солю. Две котлеты из куриной грудки собственного производства и перловка. Да-да, та самая перловка, которую мы с вами готовили на втором канале. Ну, как я готовила-то? Просто сказала, что она варится и все. Сейчас я ее погрела, разогрела и будем жахракать. Малыш, вот. У тебя ничего так. у нас она идет сюда. Я теперь поняла. если я буду, если я что-то захочу сделать, допустим, поесть, я должна создать клуб идеальных и спрашивать разрешение. и перед этим отчитаться то, что я сделала. Заработала ли я себе на еду. Да. А то вдруг я просто так ем. это же классно. У меня задолбали. Я их блокирую. Они все с других номеров звонят. Предлагают работу. Ну, вложи свои деньги. И они станут богат. вкусно. Кстати. Ну, все. Стоят две. Стоят две. Читаю. Не помню про что. Но помню про гречневую кашу был комментарий. Что-то типа гречневой каши не наедаешься. А мне кажется, наоборот, она очень сытная каша. И реально наедится. Если ты на завтрак поешь манную или овсяную кашу просто, ты через час захочешь действительно реально есть. А если гречневую? Мне вот ее хватает надолго. Но ее не всегда хочется. Так же вот как, допустим, и перловкой тоже надолго хватает. Вот. Ее можно есть. Ну, вообще, сейчас только знающих в интернете развелось. В общем, если собрать в одну вот все вместе, они бы, наверное, за свою точку зрения покусали бы друг друга. А я даже спорить не буду. Я жрала, жру и буду жрать. Ну, вкусно же. Вот так вот, тогда надо вот так. А вот так вот не надо. Всех обьем. Пока-пока. Чмоки-чмоки. Ваша Наташа.